Всем привет, с вами Тома, и в этом видео я хочу рассказать о некоторых пони-новостях за прошедшую неделю. Пятое поколение. Как я и говорила в прошлом выпуске, на нас обрушился настоящий шквал информации о мерче по пятому поколению. Вероятно, совсем скоро должны опубликовать и трейлер фильма, так как на этой неделе на многих площадках стали появляться ранее непубликуемые, обложки книг, фотографии игрушек и прочее, а значит ограничение на их показ истекло, и по идее Хасбро должно сделать свой ход в виде релиза трейлера. Ну а пока мы его ждем, давайте посмотрим, какая новая информация о героях пятого поколения появилась после начала публикации мерча. Я не буду разделять книги и игрушки на отдельные блоки, так как многие факты цепляются друг за дружку. Начнем с главной героини Санни. В книге Annual 2022 показаны кадры из мультфильма, где отец Санни рассказывает ей о древней эквестрии, принцессе Твайлайт и ее друзьях, и о том, как раньше пони жили дружно. Санни вдохновилась идеей вернуть гармонию и дружбу именно после его рассказов. Также главная героиня весьма упорная и находчивая пони, любит приключения и теоретически живет в маяке, уж очень часто он фигурирует на фонах. Отец Санни частично изображен на стикерах книги Puffy Sticker Book и присутствует в наборе мини-фигурок Snow Party Condown. В этих же двух источниках есть некая дама Пегас, которая, судя по дизайну, очень вероятно является матерью Пип и Зип. Набор Snow Party Condown – это адвент-календарь на 25 фигурок и 6 стикеров. Сами молды мини-фигурок не изменились с сюрпризов по Pony Life, возможно, к выходу сериала это еще исправят. Среди персонажей много пони, с которыми нам еще только предстоит познакомиться. Также обратите внимание на фон. Это домик Изи в лесу Брайлдвуд. В этом лесу, очевидно, находится много кристаллов, именно поэтому у нее накопится браслет из подобных. Внутреннюю часть дома мы видели в наборе Critter Creation и появились более хорошие фотографии этого сета, плюс кадр из фильма на развороте с Изи, с Хитчем и картины из Макарошек. Изи очень творческая кобылка и готова творить из всего, что ей попадется в копытце. Кристаллы стали темой наборов Crystal Adventure. Это сеты с шарнирными пони с молдированными гривами и 20 аксессуарами. Каждая пони идет с атрибутами под ее образ и характер, листиками стикеров и небольшим браслетом дружбы с декором, который должна носить будущая хозяйка лошадки. Отдельно стоит отметить фото Хитча, в него в сумке сидит некая птичка, о которой мы пока ничего не знаем. Но зато благодаря развороту книги с описаниями персонажей подтвердилось, что он действительно шериф, причем города Санни, Майртайм Бэй. Ну а сам он написан как очень добродушный пони, готовый всем помогать. На одном из разворотов с пегасами написано, что принцесса Зип, которая, кстати, конечно же, дерзкая бунтарка, хотела бы летать. Но, к сожалению, из-за исчезновения магии больше не может этого делать, и королевская семья вынуждена использовать шнуры, чтобы притворяться, что они летают. Тут вы наверняка можете вспомнить теоретический кадр из фильма, который публиковала у себя студия Болдер Медиа с вполне себе летающей пип. Но я все еще немного сомневаюсь, что это действительно финальный кадр из картины, больше похоже на промо-коллаж. Неумение пегасов летать на начало фильма косвенно подтверждает и набор с принцессой Пип, ее питомцем, летающим померанским шпицом Клаудпаффом, и замком пегасов. В замке находится множество приспособлений, которые имитируют полет и подъем в воздух. Внизу замка находится сцена Пип. Как вы помните, она у нас поп-певица. Уверенная в себе и гламурная барышня знает толк в дорогих аксессуарах и нарядах, судя по ее игровым наборам. Кстати, ее пушистые, скорее декоративные крылышки, также вполне себе могут быть результатом того, что у пегасов в текущее время проблемы с магией полета. Еще стоит отметить, что на данный момент представлено всего две пони, которые идут с причесываемой гривой. Это большая Санни для создания причесок и большая Пип, которая поет и машет крылышками. Но еще могут быть классические одиночные пони из более дешевого сегмента, чем наборы с аксессуарами. Как всегда, мерч очень многое рассказывает о персонажах, но хотелось бы все-таки уже ознакомиться с трейлером самого фильма. И последнее в блоке – коллаборация с Unicorns Not, которые выпускают гель для лица и тела с блестками. Пони-ферма от Gameloft. В начале недели в игре была распродажа музыкальных пони и декора, посвященная Международному Дню Музыки. И подходит к окончанию акция про пропавшие крылья и лабиринт. Отдельное видео с итогами было на канале. Для большинства повторный запуск акции прошел весьма гладко и быстро, но были и игроки, которые столкнулись с непроходимыми местами в игре, потому что у них не было уже приобретенных в игре конкретных пони-помощников, а монет, которые можно было зарабатывать на Минотаврах, не хватало, чтобы купить других проводников. Также особенностью акции можно назвать то, что призы каждый выбирал для себя сам. Финальный приз в виде космос давался всем, кто завершит историю, а вот трех бесплатных персонажей из пулу открытых помощников каждый мог выбрать для себя сам. Новинки в магазинах. Разные интересные с сайта SimoLand. Пластиковые контейнеры для ланча и термостаканы. Сумочка с Rainbow Dash. Творческие наборы с алмазной мозаикой. Домик раскраска. И аквамозаики. Официальные комиксы. Вышли превью 99-го выпуска основной линейки. И превью 3-го выпуска кроссовера с трансформерами «Магия Кибертрона». Анонс последнего 102-го выпуска линейки «My Little Pony Friendship is Magic», который выйдет в сентябре. Пришло время решающей битвы. Когда рыцари порядка атакуют Эквестрию, чтобы овладеть элементами гармонии, Твайлот Спаркл и ее подругам придется столкнуться с новым противником. Как хорошо, что теперь у них есть много соратников, на которых можно положиться. На 102-м выпуске IDW закончит выпуск основной серии комиксов по четвертому поколению «My Little Pony Friendship is Magic». А с октября будет выходить мини-серия «My Little Pony Generations» на 5 номеров. История будет о совместных приключениях пони из «Friendship is Magic» и персонажей из первого поколения. Ну, как минимум в первом выпуске. Также издательство Andrews Macmill выпустит планер на 2022 год с ретро-понией и настенный календарь с персонажами «Friendship is Magic». Пони Таун. Не так давно в Пони Тауне появилась пекарня. А теперь весь новый декор и предметы были добавлены в режим строительства. И все игроки могут обустраивать собственные кухонные зоны, кафешки и прочее на своих пати-островах и в домиках. Мы тестировали новые предметы на стриме в субботу. Запись на канале должна быть теоретически во вторник. Пони мероприятия. Для ребят из Украины напоминаю, что в Киеве в отеле Tisa с 9 по 11 июля пройдет конвент Brunucon Next. Все подробности в группе мероприятия, ссылка указана в описании. Это были все пони новости, о которых я хотела рассказать. На неделе также еще выходил обзор на новую журнальную фигурку Applejack. Ссылка будет указана в описании. И до встречи в следующих видео. С вами была Тома. Пока.